Актубе ушел под воду. В городе устраняет последствия сильного ливня. Затопленными оказались целые микрорайоны, частные дома и даже супермаркеты. В некоторых школах из-за непогоды пришлось отменить занятия. За прогнозом погоды в регионе следит Лейла Уесова. Первая в этом году гроза застала врасплох жителей первого микрорайона в жилом массиве Каргала. Дождевая вода залила балконы с пятого по третий этаж. Сейчас в квартирах влажно и сыро, жалуются жильцы. Всю ночь не спали у всех маленькие дети. До четырех утра бегали с тряпками и тазиками, а вода текла без остановки. Мы всю ночь не спали, у нас маленькие дети. Кто теперь за это будет отвечать? Всю ночь что делали? Всю ночь мы бегали туда-сюда с тазиками, с ведрами. А вода как лилась, как на улице? Вода лилась, как на улице, да. Прям дождь? Был, да, дома ливень прям. Жители уже обращались за помощью в управляющую компанию. Там пытаются договориться за стройщиком. Будет ли подрядная компания устранять дефекты, пока неизвестно. Люди теперь со страхом ждут следующего дождя. Все эти дома построили по госпрограмме. Гарантийный срок уже истек, говорят в Акимате. Ну, два года прошло, управляющая компания, они не хотят, потому что это некачественная работа строителей. Поэтому сейчас вот в 2018 году уже сдали дом, в 2020 году уже срок гарантии устек. Значит, застройщик сам должен все это устроить? Нет, застройщик полгандаинда. Вот сейчас один строительство, как заказчик, вот с ними, с вами, с улицей, с ватроинда. Сильный ливень с грозой накрыл Актубей и внес свои коррективы в жизнь города. Горожане публикуют видео в соцсетях. На кадрах видно, что из-за обильных осадков дороги, паркинги, дворы оказались подтопленными. Затопило практически все районы. Мощные потоки на дорогах создавали заторы для пешеходов и автомобилистов. Из-за непогоды в нескольких школах отменили занятия. Утром в средней школе номер 3 из-за аварии после дождя не было света. И по этой причине уроки перевели в онлайн-формат. Как только порыв на электросетях устранят, занятия возобновятся. В ситуационный центр поступают звонки от горожан. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных компаний. В откачке воды задействовано из 60 единиц спецтехники. Спасти город от потопа должны ливневки. На их строительство из казны выделено 130 миллионов тенге. Между тем, по прогнозам синоптиков, вся неделя будет дождливой. Поэтому горожанам советуют не убирать зонты и плащи.